привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана приветствую вас как всегда своей гардеробной сегодня я вас приглашаю вместе со мной посетить секонд-хенд покажу то что мне удалось отобрать подобрать для себя все что интересно там можно найти я вам конечно же покажу и конечно же я вам покажу мои дорогие то что я все-таки выбрала из того многообразия что мне попалось попались вещи классные интересные и давайте посмотрим и мои дорогие первое что мне попалось это вот такой кардиган красивый качественный просто великолепная расцветка но как говорится не мой цветовой такой спектр взяла показать вам потому что он был совершенно новый сейчас смотрю думаю все таки можно было его себе купить с этикеткой сейчас вот не вижу по моему 28 долларов стоил когда-то потом в общем попал их в магазин но я говорю о том что можно найти много новых вещей следующая вещь тоже классная взяла потому что это альфред дюнер такой жакет качественный с отличной тканью ткань слегка с люрексом нитка есть тоже прекрасном состоянии не не купила я этот жакет опять потому что не моя цветовая гамма следующий предмет следующая вещица тоже мне очень понравилось вот это я купила это блуза такая из-за футболочные ткани думаю на каждый день под какой-то жакет и цвет такой как раз мой то что мне нужны по размеру он мне тоже здорово подошел следующую вещь и которую хочу показать это вот невероятная рубашка жалею что я эту рубашку не купила если пойду и она там меня будет ждать то я ее обязательно заберу потому что придя домой просмотрев вот видео увидел что она отличного качества полоска в сочетании с горошком вышивка рукава тоже манжета выполнена вот с такой отделкой полоска все вот эти вот птички все это так выше то здорово и прям в карман как будто птичка залезает и здесь вот птичка на веточки и по низу в общем на выпуск носить эту рубашку с джинсами с леггинсами просто было бы здорово можно подреметь сейчас конечно я могу фантазировать сколько угодно но на тот момент не купила следующую вещь которую тоже жалею что не взяла это вот такой жакет объемный даже не джемпер не свитер не знаю как это назвать напишите пожалуйста комментарий как такие вещи называются отличная цветовая гамма сочетание классная камера очень хорошо оттенки передает вот такой лавандовый сочетание с фисташковым здорово так следующую вещь тоже взяла вам показать потому что это мессис дорогой магазин но вещь такая как сказать на любителя вот с такой вот юбочкой можно сказать такое шитье шитье качественное красивое но не подошла это мне блуза по размеру оказалось малой и в общем то думаю что кому-то она будет если в пору тоже так как фон для украшений для бижутерии тоже классно будет не следующая вещь которую просто взяла вам показать это лора эшли дорогой магазин жакет просто уникальный выше здесь есть и бисер видите и шитьем такое классное жакетик тоже я этот не купила ну конечно же я о некоторых вещицах я пожалела сейчас покажу вам то что я купила пошла возвращать эти деньги на свое деньги возвращать эти вещи на свое место и в общем то встретила те вещицы которые все-таки купила им не покажу вас вам уже все это я дома сейчас вот полюбуемся еще немного классным жакетом и мои дорогие те вещи которые я для себя подобрала не попали в ролик из секонд-хэнда потому что по пути когда я пошла вешать все вещи которые мне не подошли я встретил эти вещи которые именно мне и подошли первую вещь которую я там обнаружила была очень удивлена взяла без примерки взяла без захода в примерочную и это вот такая классная блуза и сейчас вы поймете почему я ее все-таки выбрала казалось бы да ну что еще можно быть проще трикотажная спинка передняя полочка из-за имитации шелка ну давайте покажу подробно а подробно я купила эту блузу потому что это космополитен известный журнал конечно же всем он хорошо знаком и это блуза летняя как я уже сказала передняя часть сказала что синтетика на самом деле это натуральный шелк так где этикеточка состав вот такой обработка передней полочки полностью под шелк на этом что это искусственный шелк спинка вот на таком бантике такая завлекалочка в общем интересная на мой взгляд я думаю что она необычная здесь тоже вот обработка шелком но очень мне нравится когда проймы обработаны именно вот так двойным образом то есть насквозь очень приятная вещица ну пусть будет странно как она попала именно в секонд хэнд космополитен такая приятная расцветочка а следующую блузу которую тоже я взяла по ходу пока шла относила те старые вернее те вещи которые я вам показала из примерочной и это вот такая блуза имитирует рубашку как будто под ней выглядывает вот такая рубашка и сочетание цветов показалось очень странным но и в то же время очень интересным такой травянистый прям зеленый цвет вырви глаз и такой сдержанность серо-голубой оттенок конечно здесь вот трикотаж а здесь хэбэ изнутри это выглядит вот так здорово рукава рукава мне оказались длинноваты честно говоря я все рукава на одежде которую покупаю слегка вот так вот подворачиваю и это лис клейборн и известная недорова вернее известная компания не из дешевых качественные швы все в общем то и это стопроцентный катон и вот тут вот именно задняя часть вот так вот тоже обработано в таком стиль вроде бы ничего такого особенного но качество просто прослеживается классная такая вот вещицы с джинсами с леггинсами тоже будет здорово смотреться и следующую вещь который меня просто покорила сейчас я вам ее покажу это вот такой пиджачок жакет явно винтажный не знаю я эту компанию зайду в интернет посмотрю если что-то найду вам напишу каленхарт и взяла потому что вот это трудоемкая вообще вещица посмотрела что здесь вот стопроцентный катон и полиэстер так поняла что основа вот это из полиэстера все вот эти полоски нашиты это стопроцентный катон выглядит просто здорово в общем-то и понятно кто-то может написать что эта вещь старом модная не модная но я к понятию моды очень отношусь так скептически потому что мода возвращается я вижу что вот этот вот жакетик из восьмидесятых а это как раз то что сегодня как раз таки и и есть на сегодняшние моды опять таки а слегка расширкой расширенные опущенные плечи да вот воротник чем вот такая вот классная вещь опять таки рукава я стараюсь подворачивать но можно и не подворачивать на футболку на джипа джинсы да будет просто здорово какую-то прохладную погоду и она мне очень полос интересно именно по сама покрою шитью да то есть либо это готовый кусок ткани скорее всего да вот так вот прошивали а потом выкраивали но иначе тут никак потому что видите все так сложно сделано аккуратно я очень люблю вещи которые именно сложно сшить не просто там а именно сложно общем основа такая вот и поверх джинсовые вот эти вот вещи нашиты и мои дорогие напишите пожалуйста что из сегодняшнего ролика вам понравилось все конструктивные замечания и дополнений я воспринимаю позитивно конечно отвечаю все на ваши комментарии конечно же ваше мнение мне очень важно знать и жду в дальнейших встреч с вами всех люблю целую обнимаю всем мира добра и красоты а с вами была оксана мы увидимся в следующем видео всем всего хорошего пока пока а